Всем привет, дорогие друзья! С вами снова это Натаспейс, и добро пожаловать на видео, в котором мы будем сравнивать три разные версии лего-набора по Звездным Войнам Дуэль на Мустафаре между Энакином и Оби-Ваном. Мы сегодня с вами рассмотрим самую первую версию 2005 года, новейшую версию 2020, да, вы сразу можете видеть, что она вот такая, и мою самодельную версию, ну, тоже 2020 года. Так что давайте посмотрим, начнем, наверное, с первопроходимца. Это вот этот сет 2005 года выпуска, как раз-таки тогда, когда вышел третий эпизод Месть Ситхов. И, черт возьми, он просто шикарен. И только что у меня чуть все не попадало, вот Гандамы чуть не упали. Ладно, давайте на него посмотрим. Сам же набор, это больше как плейсет, то есть набор, в который реально можно играть. И в чем же заключается сама играбельность и сама функция? Это вот эти вот идут такие интересные техниковские детальки. Вы ставите ваших героев на эти платформы, и, соответственно, можете при помощи вот этого функционала с ними вот так вот их прокручивать, как-то сражаться, драться. И тут есть платформа, на которой вот Энакин и Оби-Ван тоже дрались. И то же самое с этой стороны, с Оби-Ваном также работает. Прикольная функция. Больше нигде ее, кстати говоря, не было. Забавный факт, тут также можно, вот Энакин типа подплывает на лавовой своей этой штуке, опускаем мяч Оби-Вана. И здесь есть такая функция, что даже можно лаву опрокинуть. Вот вы можете видеть сверху лава. Тут даже есть подобие функции, когда Энакин начинает гореть. Это, конечно, очень жестоко и печально, но она здесь имеется. Если я смогу сделать так, чтобы она работала, видимо, я не смогу. Ну, в общем, это должно выглядеть как-то так. Вы Оби-Вана сюда подводите, он нажимает на эту штуку, и лава прямо на Энакина падает. Довольно неплохо. Использованы довольно редкие детали по нашим меркам сейчас. Это вот такая вот деталька, она была еще в LEGO Agents. База вулканическая с Доктором Инферно, а также, по-моему, в LEGO Castle Skeleton Tower. Также есть функции опрокидывания вот этих деталей. Если вы помните, когда реально все тут лавой покрывалось, так что выглядит довольно классно. Мини-фигурки. Это самое крутое вообще в этом наборе. Я считаю, потому что обе фигурки имеют функцию, которая, к сожалению, больше нигде не была никогда задействована. Вот, допустим, протестируем на Энакине. У них светятся световые мечи. Вы нажимаете на голову, и у вашего джедая реально светится меч. Это шикарная функция, которую, к сожалению, потом запросили и перестали имплементировать. Почему? Я, черт возьми, не знаю. С нынешними технологиями не могли ее проапдейтить. То есть, есть некоторые drawbacks этих фигурок. Неподвижна у него кисть, допустим, и голова болтается ей, что у Энакина, что у Оби-Вана. Но у Оби-Вана этот капюшон, поэтому у него немножко с этим дела иначе обстоят. Ну, получше, по сути. Вот. Оба, обе фигурки. Это Энакина и Оби-Ван. Оби-Вана вообще тут, конечно, в плаще не должен быть. Вот. Но, как бы, почему бы и нет. Он, кстати, чуть-чуть похуже выглядит с этой рукой, потому что, видите, у него тут будто бы рука летая с мечом. Он, кстати, светится поярче, батарейки поновее. У Энакина это выглядит чуть получше, потому что он в перчатке черной был. Так что тут даже очень здорово это смотрится. Вот. Но фигурки шикарные в этом наборе. До сих пор мои любимые фигурки Лего, я думаю, вообще за всю историю. Потому что, ну, не просто шикарные, понимаете. Вот. Сам набор. Ну, опять же, плейсет. Как игровой набор он шикарен. Опять же, и опять же, выходил он 15 лет назад, по сути. Идеальная функция. Все здесь продумано, все здесь классно сделано. Набор шикарен. Много прозрачных элементов, в отличие от этого набора. Да, и все показано в Дуэльном Мустафаре, друзья. А коробка какая от него была, ах, просто шикарная. Такая атмосферная. Ну, и новая версия, да, сравнение сразу по габаритам. В новой версии у нас тоже есть Энакин и тоже есть Оби-Ван. Оби-Ван вот такой вот у нас. У него меч только голубой. Вот этого цвета я просто синий ему дал. Конечно, по детализации, ну, сравнить. Естественно, новая версия по детализации выигрывает по всем параметрам. Но это неудивительно, не мудрено. Все-таки эта фигурка, и эта фигурка разница 15 лет. Вот такой вот Оби-Ван в наборе и Энакин. У Энакина другая прическа должна быть. Но это, как по мне, гораздо лучше. Сразу сейчас все будут спрашивать, где ты взял эти крутые волосы? Друзья, это волосы. Их можно взять только в официальном лего-магазине. Такого цвета коричневого. Вот, так что, да, их больше нигде не взять. Можно на приклинке посмотреть. Но пока что они эксклюзив только в лего-магазинах. Ну, и сравнение Энакина и Энакина. Ну, разница на лицо, я думаю. Опять же, новее лучше выглядит. Ну, а что же сам набор? Ну, сам набор это тоже плейсет. Но он намного меньше и намного более каличный. Да и фигурки, по сути говоря, выигрывают только по принтингам. По их функционалу они хуже. Потому что здесь возможность свечения мечей. И этот набор, опять же, хочется купить, наверное, большему количеству людей. Потому что здесь вот эти вот функции от сражения, она получше сделана. Потому что здесь, допустим, вы хотите, чтобы они сражались. Но ваши руки все равно, типа, будут видны. И меньше тут расстояния. По сути, этот набор, он более такой бюджетный. Конечно, все могут радоваться. То, что вот в маленьком наборе можно взять Энакина и Энакина и Эбивана. Но, как по мне, это, наоборот, убивает весь интерес того, что это большой, грандиозный набор. И в нем вы можете получить главных героев, главных персонажей, да. А тут маленький набор, и сразу, типа, все получаешь. В чем Циммис и прикол, я, честно, не понимаю. Я понимаю, когда в батлпэках там клонов, то есть рядовых солдат, можно получить дроидов каких-то, я не знаю. Каких-то второстепенных джедаев, типа Киадимунди или Плокуна. Но именно когда эта речь заходит о главных героях, Энакина и Оби-Вана и так далее, Люки, Вейдер или там, не важно. Вы их получаете в таком маленьком наборе, это, конечно, прикольно. Но в чем тогда смысл вообще больших наборов, ради чего их покупать? Их, понятное дело, уже никто делать не будет. В общем, сам же новый сет, он, ну, он простенький, он примитивный довольно. То есть на рельсах вот эти вот дроиды у нас могут перемещаться. И вот эта очень тупая балка может вот так стоять абсолютно тупо. То есть наборы маленькие, стоит довольно-довольно много. Вот, я его брал за сколько? За 25 евро? Ну, в принципе, да, я знаю тут Энакина и Оби-Ван, поэтому цена дороже. Ну, опять же, они могли, они могли сделать все это намного круче. Советую ли я его к покупке? Ну, знаете, вы можете сейчас пойти в магазин его купить. Так что ради, ради фигурок, ради принтов, думаю, стоит взять. Как набор, опять же, я уже делал на него обзор. Ничего в нем сверхъестественного нет. И, естественно, версия 2005 года выигрывает по всем параметрам. Вы даже можете посмотреть сейчас вот габариты, соотношение размеров. Какая вот эта громадина, хоть здесь и немного деталей, но все они так грамотно созданы и простроены. Вот эти вот скосики тоже редкие, тоже офигенные. Вот, ну, естественно, я больше склоняюсь к версии 2005 года, нежели к новой. Ну, давайте теперь посмотрим на мою самоделку, которую нигде купить нельзя. Ой, я аж ее чуть-чуть сломал. Вот, так что это просто сравнение между вот этим набором 2005 и моей самоделкой. Которая самая реалистичная из этих двух сетов. То есть эти два, они такие более играбельные. Хотя это тоже, в принципе, моя самоделка играбельная. Но здесь больше идет акцент и внимание на film accuracy. То есть на схожесть с фильмом. Сама база сепаратистов. Я ее сделал, ну, как мог. Опять же, мне сколько деталей хватало. Вот так вот она выглядит. То есть окошки имеются. Здесь Энакин и Оби-Ван тоже могут сражаться. По сути, вот эта вот балка, это вот она и есть, только большая. Ну, а в этом наборе это просто вот эта ерунда. Боже мой, бред, да, согласен. Платформа, куда Энакин прилетает. Здесь крыша у нас снимается. Тут внутри немножечко детализации. Все говорили, добавь тут мертвых сепаратистов, разрубленных дроидов Энакина. Но тогда не получится Энакина и Оби-Вана сюда поставить. Они будут словно там в куче мала. И у них места просто дуэлиться не будет. Так что я решил этого не делать. Хотя, опять же, это очень просто сделать. Берете фигурки Ньюз Ганре и туда суете. Вот тут также детализация. База на Мустафари. Все говорят, типа, всем понравилась вот эта вот сцена с хайграундом, как я делал. База на Мустафари почему-то в самоделке, ну, ее я бы не сказал, что раскритиковали. Просто сказали, что хорошо, нормально, но могло быть типа и лучше. Не, ну, понятно, что могло быть и лучше, но, мне кажется, в размерном соотношении, как могло бы сделать Лего, это вот идеальный вариант плейсета. Вот, то есть здесь есть все. Прилетает начало дуэли, концовка дуэли. Здесь в обеих наборах это середина, по сути. Ну, вот это больше конец, да. Но здесь в моей самоделке есть типа все. Опять же, лава. Я специально ее делал, ну, типа, как здесь, но улучшал. Вот, кучу деталек такого рода. И моя самоделка, она сегментарная, как можете видеть на детальках. То есть можно ее хоть удлинить. Вот так вот огромное просто пространство будет занимать. Ну, зато можно так играть прикольно. Хоть так, хоть так, да, хоть угодно как. Так, вы ее ставите, и выглядит это довольно неплохо. Вот, ну, самый простой вариант, это, понятное дело, вот так все сложить. Но мой любимый лично, сейчас покажу. Это вот так. Раз. Вот так вот, чтобы это выглядело. В принципе, очень здорово. И здесь, опять же, Энкин и Оби-Ван на этих дроидах лавовых левитируют и могут сражаться. Конечно, нету функции, как здесь. То есть, чтобы они вот так вот прямо подвижны были. Или даже, как здесь, чтобы они на этих рельсах типа ездили. Ну, имплементировать это здесь было бы, ну, может быть и реально, но выглядело бы это хуже. То есть, тут был бы пригорок из лавы, а такого в фильме не было. Я больше хотел, чтобы это было схоже именно с тем, как была постановка в третьем эпизоде. Поэтому они тут крутятся. Понятное дело, мои вот эти версии всяких платформ, они гораздо более достоверные и красиво выглядят, чем здесь. И чем тут, понятное дело. Было больше детализации. Но эта самоделка здесь, это приветствуется. Хотя и в Лего тоже приветствуется, но неважно. Ну и дроид, в принципе, Энкин, он тоже тут вот так вот выглядит. Вот, кстати, в 2005 году не было этого дроида. Была просто вот эта круглая пластинка. Мне кажется, этот набор делали вообще по концепт-артам, либо по ранним съемкам фильма. Возможно. Ну, так Лего всегда делает. Здесь же, кстати, у дроида сиреневые глаза, фиолетовые у моего голубые. Ну, это не так важно, в принципе. Ну и сцена с хайграундом. Опять же, ее не было в обоих наборах. Я решил ее сделать, потому что, ну, как-никак, это один из главенствующих моментов третьего эпизода. Точнее, если даже не самый главенствующий. Так что выглядит это все таким вот образом. Такая моя самодельная битва на Рустафаре. И да, вот эти балки могут опадать. И, в принципе, вот эта сама конструкция тоже может падать. Если мы лаву переставим вот сюда, то это будет как в фильме, если вы помните, она так под подвесом своим так опадала. Ну, красиво было сделано. Ну и, собственно, вот эти три набора. Как они выглядят? Первый 2005 года, я считаю, definitive version пока что между этими двумя официальными леговскими и моя самоделка. Что хочется сказать? Если вы просто хотите купить битву на Рустафаре, вам все равно какая, неважно, просто вы хотите Анакина и Оби-Вана и эту самую крутую и самую важную битву в Звездных Войнах, то вы, в принципе, можете взять вот эту, потому что, ну, если вам нужны просто фигурки или небольшая сценка, вам плевать на, там, раритетность или на крутость исполнения, то вот этот набор в магазине взять вполне себе. Все равно это редкий случай, когда у нас продается что-то, блин, по приквелам в магазинах. Это вообще настолько редкий случай, насколько возможно. Надеюсь, надеюсь, летом это исправится с Войной клонов и наборами по ней. Если вы больше фанат именно LEGO, не просто как, ну, конструктор, а именно ценитель, и вы хотите набор, который будет, во-первых, не жалко поставить на полку, во-вторых, вы будете реально гордиться им, что он у вас есть в коллекции, и, в-третьих, это просто лучшая битва на Мустафаре из LEGO между этими двумя наборами, то, естественно, версия 2005 года. Фигурки здесь, ну, они эксклюзивные, они только в этом наборе имеются. Вот, да и сам набор классный, можно реально с другом так поиграть, типа, кто-то Энкин, кто-то Оби-Ван, и вы сражаетесь. Притом эти платформы очень так можно везде видеть, их проводить, то есть все сцены из фильма, по крайней мере, вот битву, финал, ну, как здесь, финал с хэйграундом, но здесь опадает лава просто на Энкина, что довольно комично, она сверху падает, а не снизу. В общем, набор классный. Если вы прямо отчаянный фанат третьего эпизода, да и вообще Звездных Войн, вы можете собрать свою самодельную битву на Мустафаре, и, я думаю, она будет лучшая, если у вас есть, конечно же, много свободных деталей, так как на эту постройку я потратил один день сборки и, ну, и поиск деталей, соответственно. Что получится на выходе, опять же, зависит от вашей креативности и от вашего количества деталей. Опять же, это одна из самых главных вещей, которая вам нужна будет, это много деталей. Так что вот такая у меня получилась битва на Мустафаре. Если вы не видели обзор, можете перейти по ссылке в описании и посмотреть его, там я более подробно все показываю. Ну, а на этом я буду заканчивать. Больше всего мне, конечно же, нравится вот эта версия. На втором месте 2005-го, на третьем новая. Как бы иронично это ни звучало, но самоделка мне нравится больше всего. Потом LEGO-набор, который вышел 15 лет назад, а потом уже набор, который вышел в 2020-м, то есть в этом году. Смешно, комично, но это истина. Ну, а на этом я оставляю вас вместе с вашими размышлениями и решениями по поводу битвы на Мустафаре. Всем спасибо, всем желаю удачи и пока!